Сохранять спокойствие, не поддаваться панике и, конечно же, не скупать ящиками продукты. Потратить свои накопления, если таковые, конечно же, имеются, можно более выгодно. Если вы финансово грамотный человек, то вы должны были заранее создать себе подушку финансовой безопасности. Подушка финансовой безопасности должна быть хотя бы минимум на три месяца у вас в валюте нашей страны. Потому что мы живем здесь, мы тратим деньги, здесь наши рубли. Если при этом у вас еще остаются сбережения, то стоит подумать, куда их практично вложить. Здесь варианты разные. У меня есть друзья, которые признают только валюту. То есть доллары, евро, на сегодня очень актуально становится юань. Поэтому, конечно, это тоже вариант, но надо иметь в виду, с Китаем достаточно тоже нестабильная ситуация. У них там тоже есть внешнеполитические проблемы, которые могут, ну, неожиданно могут случиться. Если у вас тоже вот сумма достаточно большая, ну, 10% можно попробовать. Потому что рано или поздно, раз нас разворачивают, собственно, в сторону Китая, мы будем использовать и эту валюту. Хороший вариант приумножить свой капитал на сегодняшний день предоставил Центробанк, говорят экономисты. Это вклады. 20% в 21-24 в некоторых банках. Это очень даже неплохие, собственно, проценты, которые можно получить. Мы уже были в такой ситуации, когда у нас были и в 2008 году, и в 2014 году у нас были такие проценты по вкладам. Были они и выше. И, кстати, вот на своем собственном опыте могу сказать, что это мне помогло создать подушку финансовой безопасности для начала. Мария Егорова считает, именно в кризисе создаются самые большие капиталы. И это касается акций. Поэтому, каким бы рискованным ни казалось сейчас приобретение ценных бумаг, покупка их обещает рост вложений в разы. Какие акции я рекомендую? На сегодня это, конечно, голубые фишки. Это акции наших крупных компаний. Это, пожалуйста, Газпром, Сбербанк, Роснефть, Ростелеком, Росгидро, Росагра. Единственное, что да, в этом году возможно будет снижение дивидендов. Ну, какие-то компании может перенесут на следующий год. Когда эта ситуация наладится, потому что это вечно не может длиться. Все кризисы рано или поздно заканчиваются. И вот тогда те, кто не успели войти в интересные активы по вкусным ценам, как я говорю, то, конечно, будут кусать локти. Специалисты говорят, бояться санкций не стоит. В особенности рядовым россиянам. Без бытовой техники автомобилей не останемся. В замену шедшим придут новые. Происходит уже. Уже, видимо, к этому готовились. И происходит замещение. Ну, Китай. Пожалуйста, Китай. Для них... Я так думаю, китайцы сейчас просто сидят с такими удивленными глазами и не могут поверить в свое счастье, что для них открылся такой рынок, на который можно поставлять свою продукцию. Причем у них ведь продукция все лучше и лучше, качество становится. Те же машины, они на порядок стали лучше за последние пять лет. Экономисты уверены, в сложившейся ситуации тяжелее как раз придется решившим навсегда распрощаться с Россией. Но, смотрите, тут еще такой момент, что ведь они не совсем уходят. И поначалу многие бизнесмены наши потерли руки и сказали, наконец-то мы, собственно, получаем наш рынок. Но ведь потом они сделали шаг назад и сказали, мы приостанавливаем. Вот этот момент, как бы здесь тоже бизнесменам нашим надо учитывать, что либо надо очень быстро сейчас заходить в какие-то ниши, которые расширятся.